Работает блокнот. Сегодня у нас весьма необычная встреча в Воронежской городской клинической больнице номер 3. Мы побеседуем с заведующим проктологическим отделением и спросим у него всё, о чём вы стеснялись спросить. Расскажите, как вас можно представить. Якимов Сергей Александрович, заведующий отделением полупроктологии городской клинической больницы номер 3. После завершения, после окончания медицинского института перед каждым молодым специалистом стоит выбор, какое направление ему избрать для себя основным. Так получилось, столкнулся с направлением колупроктологии. Мне показалось это интересным, нужным, не всегда сложным, не всегда лёгким. Но тем не менее, понравилось. И вот я в этой специальности уже более 20 лет. Основными диагнозами, так называемым, основным хлебом проктологов является, естественно, гемороидальная болезнь. Также часто приходят с диагнозами анальная трещина, свищи прямой кишки. Гемороидальные узлы – это такая же норма, как руки и ноги, уши, глаза и так далее. Они образуются, закладываются в процессе внутриутробного развития и при рождении есть у 100% людей. Просто в процессе жизнедеятельности эти узлы, нормальные анатомические образования, могут переходить в разряд диагнозов и проявляться теми или иными симптомами. И обусловлено это, начиная от вертикального прямохождения, так как отток крови от нижней части туловища затруднён ввиду законов физики. Безусловно, на это влияет профессиональная деятельность, то есть работа, связанная с длительным пребыванием в положении сидя, IT-специалисты, водители и другие профессии. Ну и, безусловно, характер питания. То есть, систематические, особенно такие ярко выраженные погрешности в диете. То есть, острая пища, алкоголь, это всё является провоцирующим фактором. Как для развития обострения геморридальной болезни, так и прогрессирования этой болезни, последствия. Геморрой влияет на качество жизни. Геморрой, геморридальная болезнь не приводит к смерти, не приводит к онкопатологии. Избавиться от геморроя можно только хирургическим путём. Применение лекарственных средств в виде различных свечей, мазей, таблетированных препаратов могут лишь снять обострение на какой-то период. Но, так как это заболевание не несёт угрозу жизни, то решение о том или ином методе лечения, хирургическом или консервативном, принимает непосредственно пациент. А вот, ну, получается, сам диагноз не опасен, а операции в случае чего они несут какой-то риск? Любое хирургическое вмешательство, независимо, делается оно в проктологии, или в другое какое-то дисциплине. Любая операция несёт в себе риски. Для того, чтобы эти риски минимизировать, их свести к нулю, врач должен владеть своей профессией, всеми необходимыми знаниями и методиками, а пациент должен чётко выполнять рекомендации врача. И только лишь совместная работа врача и пациента принесёт нужный результат без осложнений. Мы не применяем методов народной медицины. Это обусловлено спецификой, так скажем, расположения, проблемной зоны. Данное знание не предоставляется в университетах и в академиях, не имеют научной доказательной базы, что очень важно в современное время, так как медицина сейчас есть такое понятие, как доказательная медицина. То есть это должно быть не на личном опыте, а более широкая база доказательная. Поэтому не применяем. Боль – это не всегда сопутствует той или иной патологии. Проблемы с ЖКТ могут возникать, проявляться нарушением стула, будь то задержка стула, либо наоборот учащение стула. Могут проявляться какими-то патологическими выделениями, примесями в кале. Это может быть и кровь, и выделение слизи, гноя, ну и каких-то всего того, чего не должно быть, так скажем, в норме. Есть косвенные признаки какой-то болезни, например, общая слабость, при которой выявляется снижение гемоглобина крови, снижение массы тела беспричинное, то есть на фоне полноценного обычного питания. То есть такие симптомы могут навести на мысль о необходимости как минимум проведения обследования. Да, конечно же можно. Основная проблема, и очень часто возникающая, это самолечение пациентов различными геморридальными средствами. То есть пациент отмечает выделение крови или следы крови на туалетной бумаге, расценивает это как геморрой и проводит лечение. Однако существует достаточно много заболеваний, которые могут маскироваться под диагноз геморрой. И одним из самых грозных заболеваний, естественно, является колоректальный рак, рак прямой кишки. Безусловно, несвоевременное обращение к врачу может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе и летальному исходу. А может ли как-то человек отличить геморрой от рака, если вы какие-то знания сейчас передадите? Самостоятельно сделать это невозможно, и более того, это категорически неверно. Если у человека возникают жалобы, первое, что он должен сделать, это обратиться к врачу. Есть мнение, что геморрой сам не посмотришь и другому не покажешь. Безусловно, это достаточно интимная сфера, хотя сейчас в современном мире рамки приличия уже настолько размыты, и по телевизору, зачастую, особенно в интернете, транслируются много таких вещей, о которых 20 лет назад было бы и думать стыдно. Если есть у человека проблема, ему поможет только специалист. Соответственно, выбора, правильного выбора у пациента нет. Необходимо идти к врачу. А понятие стыда и какие-то боязни, это нормально. Это говорит о психическом здоровье человека, потому что только дурак ничего не боится. Но, поверьте, 99% пациентов, а может быть даже и 100, после посещения врача-колопрактолога могут подтвердить мои слова, что ничего страшного не произошло. И не так все страшно, и не очень-то сильно и стыдно. Главный результат. Врач всегда исторически так сложилась была уважаемая профессия. Без нее существование такого социума, полноценное существование социума, невозможно. Потребность медицинской помощи есть у всех и всегда, и в течение жизни. Хотим мы того или нет, нам приходится обращаться. Соответственно, врач не будет оставаться без работы, соответственно, он будет зарабатывать. Но, идя в медицину, с мыслью о том, что я хочу или буду зарабатывать миллионы, это не совсем правильно. Потому что врач, это специальность по призванию, в первую очередь. А финансовая сторона, она вторична. В медицине, в коллапрактологии, очень сложно озвучить какой-то необычный случай. В основном, такими необычными случаями можно назвать казуистические, когда люди неадекватно выполняют какие-то там процедуры, или же какие-то прибегают к манипуляции, в том числе, так называемого, развлекательного характера. Но назвать эти случаи каким-то образом необычными сложно, интересными тоже, наверное, нельзя сказать. Наверное, не назову необычного случая, дабы никого не обижать. Болезнь есть болезнь, проблема есть проблема, она требует решения. и когда человек приходит с проблемой, а уходит без нее, вот это самое интересное случай, то, ради чего мы ходим каждый день на работу, ради чего мы учимся, что-то познаем, и так далее. Естественно, я такую статистику не веду, но и я здесь не одинок, и любой врач хотя бы раз в жизни спас человека. Ну, в своей практике, да, это происходило неоднократно, но опять-таки не с какой-то скромности, но такая статистика не ведется, потому что есть и обратная сторона медали, есть ситуация, когда мы не смогли помочь пациенту по каким-то различным объективным причинам. Такие вещи давят нам психику? Да, безусловно, давят, есть такое понятие, как профессиональное выгорание, потому что идет постоянно психоэмоциональная нагрузка, помимо физической нагрузки, безусловно, когда ты видишь страдания человека, особенно в тех случаях, когда ты понимаешь, что ты ничем не можешь помочь, то есть, какие-то, например, уже запущенные формы рака толстой кишки, ты беседуешь с родственниками, то есть, это горе, слезы, достаточно такая негативное воздействие. но это часть работы и нас в том числе и учат, как с этим справляться, плюс взаимовыручка, поддержка, чувство локтя товарища, ну, и каждый врач сам для себя находит способы, как нейтрализовать, да, это негативное воздействие, или нейтрализовать, наверное, это неправильно, уменьшить негативное воздействие на психику непосредственно врача. Делать операции не страшно, делать операции очень интересно, я думаю, что это одна из причин, по которой люди выбирают хирургическую специальность. Чем сложнее операция, зачастую даже бывает, тем интереснее ее проводить, особенно, когда по завершению операции ты понимаешь, что ты это сделал, что ты это смог, и это придает определенную силу, уверенности, оптимизм, ты уже смотришь на болезнь не снизу вверх, а уже свысока, понимаешь, что все в твоих руках, и ты можешь помочь человеку. Когда врач за операционным столом стоит, он сразу понимает весь алгоритм действий, или думает по ходу? Изначально любая операция планируется, даже срочная операция, для этого проводится специальное комплексное обследование, которое позволяет еще на дооперационном этапе спланировать вмешательство. Безусловно, в ходе вмешательства могут происходить какие-то возникать нюансы, которые будут требовать отклонения от заданного маршрута, но для этого существует опыт, безусловно, молодые специалисты начинают свой хирургический путь в виде помощников, когда что-то отвести, промокнуть, придержать, придавить, смотрят за старшими коллегами, те им объясняют, почему они делают так или иначе, и постепенно шаг за шагом переходит уже к самостоятельному плаванию и начинают проводить хирургические вмешательства самостоятельно от простого к сложному. Но в любом случае один в поле не воин, любая операция это командная работа, включая хирургов бригады, анестезиологов, операционных медсестер и одно без другого невозможно. Да, я свою первую операцию помню, это был мой однофамилец, более того, это даже тезка мой, Сергей, это было в интернатуре в далеком 2002 году, я ему провел удаление аппендикса. Все прошло? Да, все прошло гладко, несмотря на то, что первый блин был некомом. И не боялись в ходе, первый адрес безусловно, но это нельзя назвать страхом, это больше мандраж, это даже больше такой эмоциональный прилив, это больше волнение, нежели страх, потому что ты понимаешь, что здесь уже перед тобой живой человек, это не автомобиль, и можно прервать ремонт или в конце концов купить новую запчасть и поставить. Да, волнение есть, страх и небо. Не бойтесь обращаться к врачам, в том числе к врачу полупрактологу, сам факт консультации ни к чему вас не обязывает, но получив информацию пациент сможет принять осознанное решение. Без обращения к специалисту полупрактологу решить свою проблему пациент самостоятельно не может. Приходите, не бойтесь и будет вам счастье и здоровье.